Друзья, в разгаре массовая уборка урожая. Вторая половина августа месяца, конец лета. Но, но, есть одно но. Наши курочки почему-то стали плохо нестись. Вариантов может быть много. Может из-за того, что им уже идет второй год. Может быть ленька, может погода, корм. Поэтому сейчас я вам расскажу о том, как можно увеличить яйценоскость наших корм. Мы будем для увеличения яйценоскости наших курей использовать целый комплекс мероприятий, из-за которого куры начнут нестись лучше. Первый комплекс это добавка в корм мела или прожаренной духовке, молотой, старой куриничной. Это первое. Главное, что нужно сделать. Второе. Нашим курям мы будем повышать кислотность. Мы будем готовить нашим курочкам раствор. Вода плюс лимонная кислота. Лимонная кислота имеет бактерицидное воздействие на организм птицы. Способствует выработке ферментов, что увеличивает усвоение питательных веществ из формы. И также лимонная кислота используется, как средство против раствора. На 5 литров воды мы используем приблизительно 1 столовую ложку без водки лимонной кислоты. Вода должна быть температурой примерно 25-27 градусов. Высыпаем лимонную кислоту, размешиваем. Из курятника мы всю воду удаляем со всех емкостей и заливаем именно эту добавку. И третье. Что мы будем делать? Это мы будем проводить дрожжевание нашего корма. Дрожжевание улучшает у птицы аппетит, обогащает корм белком, способствует появлению полезных бактерий, увеличивает количество витаминов В в корме, а также улучшает вкусовые качества корма. На 1 килограмм корма добавляем 2 столовые ложки самых обыкновенных сухих дрожжей. Литр, полтора литра теплой воды не выше 40 градусов, потому что вода свыше 40 градусов разрушит дрожжевую бактерию. Емкость мы будем использовать большую, потому что при брожении наша жидкость, наш состав будет увеличиваться в объеме. Увеличиваться будет очень сильно. А также 1-2 ложки муки. То есть мы берем стакан теплой воды, в нем разбавляем 2 столовые ложки дрожжей, добавляем туда 1-2 столовых ложки муки, ставим в теплое место и ждем, чтобы наши дрожжи начали работать, то есть заиграли. Это видно по появлению пенки на поверхности воды. Как только у нас дрожжи начали работать, мы эту жидкость выливаем в 1 килограмм сухого корма и туда же добавляем где-то литр 200-300 грамм воды. Хорошо размешиваем и оставляем на 6-8 часов. Первое время необходимо эту смесь размешивать, так как бактерии очень хорошо работают с доступом к кислороду. По потреблению данного раствора на одну курицу требуется 15-20 грамм такого форма. Такой комплекс мероприятий я провожу приблизительно 1 раз в 2 недели. Ну, можно чаще, если вдруг увидели, что ваши куры в течение 2-3 дней начинают понижаться яйца на москость. Сделали смесь, воду налили, добавили кальция. Это может быть как ракушка отдельно стоящая. Ну, лучше, конечно, добавлять непосредственно в корм мел или же молотую яичную скорлупу. Ее обязательно необходимо прожарить. Необходимо прожарить в духовке. Если вы досмотрели до этого момента, значит, видео вам интересно. Чтобы не пропустить дальнейшие выпуски, вы можете подписаться на мой канал. Если видео вам понравилось, ставим палец вверх. Не понравилось, значит, палец вниз. Оставляйте свои комментарии. Можете поделиться этим видео в своих социальных сетях. Чем больше будет у меня зрителей, тем больше у меня будет мотивации для того, чтобы делать дальнейшие съемки. А также не забываем подписываться на мой канал. С вами был Санек. До новых встреч. Пока.